Уважаемые гости форума, добрый день дамы и господа. Разрешите поприветствовать вас на специальной сессии третьего столы Бенфорума, которая называется глобализация против локализации, глобализация versus локализация. Очень приятно видеть, что активность выросла по сравнению с утренними сессиями. Чувствуется большой интерес к теме, чувствуется ее актуальность и, конечно же, чувствуется эффект пяти месяцев самоизоляции повсеместно. У нас сегодня потрясающий набор вип-спикеров, которые согласились выступить на сегодняшней сессии. КОНЕЦ Теперь, я думаю, можно уже официально начинать. Разрешите тогда начать с того, чтобы сразу же представить наших спикеров. У нас их сегодня очень много, времени очень мало. Начать, конечно, мы можем только с ректора МГИМО Алексея Васильевича Таркунова. Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав потребителей. Предпринимателей Груздев, Алексей Владимирович, вот тут главное точно не запутаться. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, да? Отлично. Посол Республики Италии в России, Паскуали Теранчано. Поаплодируем, пожалуйста, нашим гостям. Посол Королевства Швеции в Российской Федерации, госпожа Малена Мор. Посол Королевства Великобритании в России, госпожа Дебра Бронер. И посол Португальской Республики в Российской Федерации, Паулу Пинейру. Тогда, с вашего позволения, давайте сразу же перейдем к теме. Тема крайне актуальная на сегодня. В начале этого года вся мировая торговля, весь мировой товарооборот столкнулся с беспрецедентным барьером, который практически парализовал всю систему. Это обсуждалось весь год. Всемирная торговая организация била во все колокола. В рынке паниковали. Товары пропадали. Даже первые необходимости из магазинов по всему миру. Все это сопровождалось радостным возгласом скептиков глобализации, которые заявляли, что мы же вас предупреждали. На этом фоне сейчас, ну, говорить о победе над вирусом, конечно, рано, но, по крайней мере, всем стало понятно, что нужно делать, куда нужно двигаться. Примерно мы начали понимать, как эту систему восстанавливать. Но я просто не могу не рассказать историю, потому что она произошла вчера. Она крайне минималистична, но, мне кажется, стала очень показательна. У меня есть хороший друг, и как полагается хорошему другу, он очень любит пиво. И пиво он всю жизнь пил с солеными печенками японского производства. В феврале месяце эти печенки, которые он получал, заказывал через интернет, приходить ему перестали, что его крайне расстроило. Где-то два дня назад мы с ним договорились встречаться, и вчера я его, собственно, спросил, «А ты знаешь, вроде самолеты уже начали летать, и я думаю, что и японские товары начали нам выступать, и, наверное, печенье твое снова в магазинах появилось». На что он мне ответил? «Ты знаешь, а мне уже, наверное, все равно, потому что я уже на наши перешел, и мне, в общем-то, мне уже нормально, мне уже хорошо». Мне кажется, что это, в общем-то, достаточно символичная история, которую можно переложить из печенок на более сложные комплектующие. Ну, в любом случае, я бы хотел, тем не менее, если позволите, начать с того, чтобы дать слово Анатолию Васильевичу, который, в общем-то, гостеприимно нас в очередной раз принимает здесь вместе с форумом. Вот, несмотря на рассказанную историю, которая, вроде бы, свидетельствует о том, что идет такая аутеномизация экономик, потребления, я бы все-таки сказал, что глобализацию не остановить, и технический прогресс возможен только в том случае, если мы будем во всех вопросах, связанных с новыми технологиями, особенно с самыми продвижными, современными биотехнологиями, что особенно важно подчеркнуть в период пандемии, будем сотрудничать. И мне кажется, что другого пути просто нет. И несмотря на то, что в данный момент действительно, мне положено, в первой половине года планировалось еще до пандемии пять командировок и выступления на разного рода конференциях, в том числе в Великобритании, поездка в Италию на мероприятия, и все это отменено из-за пандемии. Но, тем не менее, переписываясь со своими коллегами из этих и других стран, я чувствую страшную потребность в том, чтобы общаться, и в том числе обсуждать самые животрепещущие вопросы, ну, в сфере, которой я занимаюсь, в сфере науки, образования, дипломатии. Так что, мне кажется, сам процесс глобализации, а мы сегодня об экономике говорим, все равно его не остановить. Хотя знаем, что, так сказать, в связи, положим с тем, что значительно две трети комплектующих производили в Китае, сегодня часть их переносится в собственные страны, и что многие пострадали из-за того, что не получали эти комплектующие. Ну, как пример, просто я где-то на конференции об этом не так давно говорил, и сам даже поразился цифрам, которые прочитал в одном из аналитических материалов. Тем не менее, мне кажется, уже сейчас даже наметился процесс восстановления этих связей, которые на какой-то период, если были непрерывны, то приостановлены. Я, знаете, хотел сказать, как ректор, все-таки о том, что одним из свидетельств глобализации является самое активное развитие связи международных областей образования и подготовки совместных специалистов в этой области. Вот присутствующие послы, которые, я искренне благодарен за сотрудничество, могут подтвердить, что со всеми странами, университетами этих стран, научными центрами, мой университет очень активно сотрудничает. Достаточно сказать, что в этом году мы открыли три новых совместных программы с итальянскими университетами, что у нас прекрасно развиваются отношения с ведущими британскими университетами. В этом году мы открыли еще одну новую программу с университетом Риддин в Лондоне. С шведским университетом у нас совместная программа уже шесть лет, и взаимный интерес. Мы очень любим и активно сотрудничаем с португальскими учебными заведениями, обменом. У нас много ребят, которые изучают португальский язык. И это очень важно, потому что мы готовим людей в том числе и для будущей экономики. Это же не только специалисты в сфере международных отношений. Это специалисты в экономике, в праве, в торговом праве, в других специальностях. И в бизнесе, конечно же, в бизнесе, что исключительно важно для будущего. Так что я полагаю, что даже отмечая те моменты новые, которые появились в пандемии, делая выводы совершенно правильные для каждой страны, для бизнеса, национального бизнеса каждой страны, мы, тем не менее, должны все-таки глобально искать из того, что сотрудничество наше в экономической сфере не только будет расширяться, но и будет приобретать все новые и новые стороны. Спасибо. Спасибо большое. Ну, по крайней мере, понятно, что один голос за глобализацию у нас уже есть. Мне вот интересно, сможем ли мы сегодня набрать какие-то голоса за локализацию производства и за больший протекционизм. Так или иначе, если говорить, например, о сферах онлайн или цифровой экономик, то здесь, конечно, никаких сомнений быть не может, что очень многие компании выиграли даже из-за сложившейся ситуации. Но не все отрасли могут этим похвастаться. Борис Юрьевич, можно вас попросить свой взгляд? Да, спасибо большое. Ну, мы действительно, когда готовили этот форум вместе с МГИМО, Сбербанком и всеми другими участниками, с организаторами, подумали, что вот без такой секции нам не обойтись, потому что сегодня действительно и мировая политика в целом, и мировая экономика стоят перед таким выбором, точка бифуркации, да, в какую же сторону пойдет сегодня вектор развития. И очень бы не хотелось, чтобы мы все эти вектора считали, как бы только, чтобы это было много различных, часто противоположных друг другу векторов. Все-таки глобализацию мы создавали многие-многие годы, десятилетия, мы шли по этому пути. Я имею в виду, так скажем, мировая экономика, по крайней мере, следовала этим трендам вслед за мировой политикой, и мне кажется, этому, как и совершенно согласен с Анатолием Васильевичем, никакой альтернативы нет. Но это я сказал предварительную часть, мы же бизнес, мы всегда любим разбираться, а в чем причина и кто виноват. Вот мы вот сюда на сцену пригласили очень много политиков, представителей власти, политической власти своих стран, и я в лице многих здесь предпринимателей, я думаю, должен сказать, кто виноват? Политики. Конечно, не мой бизнес, это точно, потому что, честно говоря, удивительно было, как мы быстро сдавались. Вот такая, конечно, очень необычный для нас вызов, как коронавирус. Мы действительно, хотя раньше часто встречались с ним, но в таком инфопадемийном варианте, когда такая реакция была на все мировое сообщество, мы встречаемся с такой проблемой первый раз, и, наверное, действительно политики не всегда знали, как реагировать, но то, что мы все разделились по квартирам отдельным, даже Европа, каждая страна сама решала этот вопрос. Сегодня мы не понимаем, где какие вакцины делаются, и каждая страна, прежде всего, наработает на себя, при этом делая декларации, пожалуйста, мы готовы делиться, но никто пока ничем не делится, хотя они еще не готовы до конца. И, в принципе, каждый решает эти проблемы сам. Ну а что должен был делать бизнес в такой ситуации? Когда все разделились, закрыли границы, нет обменов, не летают самолеты, стоят поезда и пароходы с товарами, хотя, слава богу, не все товарные потоки были закрыты, только частично. Но, тем не менее, бизнес вынужден был тоже идти по пути локализации, потому что были прерваны технологические цепочки, товарные цепочки, которые привели к тому, чтобы все начали думать о том, что надо всем обеспечивать себя самому. Что нужно производить запчасти, что нужно производить комплектующие, что нужно искать какие-то транспортные варианты надежные, потому что завтра сегодня одна пандемия, завтра придет другая пандемия, и ты опять окажешься в этой сложной ситуации, поэтому все начинают искать локальные пути. Кроме этого, конечно, политика действует еще и, так скажем, на самые передовые IT, как IT-технологии, компании, работающие в сфере, в самом, наверное, инновационной сфере нашей, потому что теперь все делают свои собственные программы, софты, потому что мы боимся друг друга государства, причем идет это далеко не только из России, о самых крупных государств мира, когда все считают, что мы друг другу не можем доверять никакие технологии передовые, поэтому давайте, ребята, бизнес, создавайте свои собственные, пусть они будут не такие эффективные, пусть они будут хуже, чем у соседей, но у нас все должно быть свое. Поэтому еще один шаг. Кроме этого, бизнес, да, вот то, что пандемия принесла, это несколько усиливает те тренды, которые уже были в экономике, но которые пока еще не реализовались. Это тренды, так называемую, кастомизацию и локализацию малых производств. Мы их еще пока не увидели, но это наше будущее, потому что сегодня производить, там, скажем, тапочки для всего мира, как бы у тебя ни была дешевая рабочая сила, уже невыгодно. Во-первых, рабочая сила уже достаточно, ну, поднимается в цене, и поэтому уже твои косты растут. А с другой стороны, ты должен удовлетворять спросу твоего ближайшего потребителя. А у него всегда есть специфичный спрос, и вот новые технологии это позволяют делать. Это, там, новые роботизированные комплексы, это новый 3D-принтинг. То есть сегодня идет вот эта экономика по пути малых производств, которые работают на локальных рынках. И они очень намного более эффективны и выгодны, конкурентоспособны, чем крупные партии товара, которые едут через границу. Поэтому все это ведет вот к этому тренду на локализацию, к сожалению, в экономике. Ну, мне кажется, что вот здесь, на самом краю посол Португалии, мы здесь, правда, из Владивостока у нас никого нет, да, но был бывший наш торг-пред в Китае, да. Вот. Мы все-таки считаем, что единое экономическое пространство, без, конечно, Великобритании, должно быть. И это будет выгодно всем, потому что мы расчеты делали очень многих разных, у нас же есть еще институты акроэкономические, которые имени Столыпина, собственно, организатор этого мероприятия. Мы считаем, и мы считаем, что и России, и нашим соседям, по крайней мере, в Европе, точно выгодны открытые границы. Мы считаем, что мы можем здесь намного больше заработать для себя, для своих стран, чем если мы будем друг другу строить экономические проблемы и пытаться выстраивать барьеры. Поэтому вот при том, что все идет к локализации, по моему мнению, да, должны быть кистомизированные производства, должны быть малые рынки, но в целом альтернативы глобализации нет. Спасибо. Спасибо большое. Ну, хорошо, раз мы все равно говорим о данную тему, рассматриваем с позиции текущей ситуации в борьбе с вирусом, давайте тогда пойдем в историческом порядке. Первый на континенте угрозу встретила Италия. Италия, конечно же, в России всегда ассоциировалась с очень высоким качеством, с дизайном, с красотой. Надо сказать, что когда в Италии начали происходить известные события, люди, по крайней мере, в Москве, точно друг другу рассказывали о них с такой болью, с такой скорбью, что можно было подумать, что речь идет не о Риме, например, а о Воронеже, ну, честно, это было искреннее отношение. Сейчас Италия бросила все силы на восстановление своей экономики. Результаты, видимо, уже сегодня. Господин Таранчано, как вы видите завтрашний день, как вы видите путь восстановления? Спасибо. Спасибо. Как вы совершенно правильно отметили, Италия как раз первая страна, которая пострадала от пандемии, кроме Китая или после Китая, и очень сильно пострадала, и это было неожиданно для Италии. Но я думаю, что страна и ее институты, и ее граждане очень хорошо отреагировали на эту ситуацию. Мы стали первой страной, когда был введен общенациональный карантин, и это помогло поставить ситуацию под контроль. И я думаю, что мы как бы дали пример другим странам, которые пострадали уже после нас. Конечно, независимо от того, что имело место очень большое количество жертв, очень сильно пострадала экономика. И для того, чтобы бороться с этими негативными явлениями в экономике, с тем, чтобы подтолкнуть восстановление экономическое правительство, одобрил, приняло план примерно на 100 миллиардов евро, с тем, чтобы поддержать те сектора экономики, которые пострадали больше всего, в частности, гарантировать ликвидность малых и средних предприятий Италии. И, возможно, вы все, конечно, знаете, что эти предприятия составляют примерно 80% ВВП, 95% итальянских компаний – это малые и средние предприятия. Они очень устойчивые, такие стойкие, они как бы сохраняют стиль итальянского производства, но, возможно, и со своего размера они страдают от отсутствия ликвидности. И поэтому план, который был предложен правительством, стал столь важным, и именно поэтому план восстановления экономики, принятый Европейским Союзом, для нас также очень важен. И оба эти обстоятельства, важность малых и средних предприятий и план восстановления ЕС, я думаю, что эти оба фактора сыграли важную роль в дебатах, в обсуждении, которые касаются будущего глобализации и возможного возврата к локализации. Я, скорее всего, склонен избегать идеологической подоплёки, в частности, когда мы говорим об экономике. И я считаю этого человека, Джона Майна Кена, самым ведущим экономистом нашего времени, и, возможно, он даже повлиял на моё мнение, может быть, именно так и следует подходить к проблеме. Я не думаю, что мы увидим сократ глобализации, я этого не думаю, но было бы также неправильно считать, что начнётся новая эра локализации. Было неправильно считать глобализацию, которая происходит всё время с одной и той же скоростью. Она может тормозиться, замедляться в зависимости от новых обстоятельств. Поэтому я не думаю, что наши экономики будут как-то повернуться спиной глобализации. Все преимущества, которые она нам дала, они слишком большие, слишком значительные, чтобы от них отказываться. Этот кризис нынешний дал нам возможность взглянуть на глобализацию с фагматической точки зрения, а не с идеологической точки зрения, иногда мы должны думать о качестве, устойчивости, непрерывности поставок. И это нам даёт возможность принять тот факт, что, может быть, необходимо иметь какую-то дополнительную возможность для глобальной цепи поставок на локальном уровне. Это повысит и конкурентоспособность, потому что тогда разнообразятся поставщики, и это сможет компенсировать разрыв поставок, которые шли по путям глобализации. И, в частности, очень важно говорить о международной сотрудничестве и региональной локализации. И страна движется в интегрированные рынки, которые могут быть очень важными для того, чтобы компенсировать недостатки от возврата к режиму местных поставок. Я думаю, что ЕС достаточно разумно отреагировал на этот кризис, в частности, с точки зрения будущего развития. Вот малые и средние предприятия дают гибкость, которая может на местном уровне обеспечить гибкое реактирование и быстрое реактирование на взрывы поставок. Например, в индустрии моды эти предприятия стали производить очень быстро маски и защитные одежды, переключились на это. Но, с другой стороны, здесь есть проблемы с ликвидностью, с доступом к финансированию кредитов, но, с другой стороны, быстро есть возможность переключать характер производства, в частности, на семейном уровне. Я думаю, что это рассматривается как препятствие для дальнейшего развития, потому что не все такие предприниматели учитывают все тенденции, которые существуют в торговле и экономике, но с краткосрочной перспективы это очень полезно. То есть, те люди, которые могут принять решение о том, чтобы, может быть, отказаться от прибыли на пару лет, но с тем, чтобы их компания могла в дальнейшем воспользоваться новыми тенденциями и через три, через пять, в такой временной перспективе. И важно сейчас именно сочетать глобализацию с локализацией. Спасибо. Спасибо большое. Я, кстати, должен заметить, что это было удивительно, с какой скоростью, когда начали наконец-то снова появляться маски в аптеках, в магазинах, и это перестало уже быть темой кризиса, с какой скоростью люди перестроились с вопроса, «А где ты достал маску на вопрос, сколько твоя маска стоит?» И уже где-то в мае месяце я наблюдал, как люди соревновались стоимостью масок, их производителями и наличием на них узнаваемого бренда. Это в очередной раз заставило задуматься о сущности, в общем, и наши способности к выживанию, адаптации очень быстро. Если сейчас открыть интернет и почитать статьи, скажем так, авторов, настроенных пессимистически относительно перспектив восстановления экономики, то больше всего волнуются те люди, которые всегда выступали за следующую стадию высоких технологий, не только за цифру, но и в том числе за зеленые технологии. Считается, что текущий кризис, он немножечко снизит внимание к этой теме, потому что сейчас уже людям важнее выжить, нежели перевести свое производство на какой-то более чистый, более экологичный уровень. И с этой точки зрения я бы хотел обратиться к госпоже Бронер. Как Великобритания, которая, в общем-то, всегда ассоциировалась со страной, ставящей в углово угла тему зеленой экологичной экономики, зеленого экологичного производства, как Великобритания видит способность не терять темпов развития этой отрасли, насколько заторможен процесс текущей ситуации. Спасибо большое за интересный вопрос. Perhaps I shouldn't admit to this, but this is an Italian mask that I'm holding in my hand. I have British ones and Russian ones. But I think... Thank you very much for the invitation, and it's a great pleasure to join this distinguished panel. I think there is, and I would argue, that there is not a choice to be made between, if you like, the green recovery and digital transformation and recovering our economies after the terrible impact of COVID. So I think, from a British perspective, it's very clear that we can and we need to tackle all of these questions together. And if I may, I'll illustrate the fact that we are confident that this is possible by our own, what has happened within the United Kingdom. Over the last... Between 1985 and 2016, our GDP has grown by 70%. At the same time, we've reduced our carbon emissions by 34%. So we haven't chosen green and not growth. We think it's important for everyone to go for growth and green at the same time. The share of coal-generated electricity in the UK has fallen from 40% in 2012 to just 2% in 2019. And this year, 2020, we've gone for 61 consecutive days without any coal-generated electricity at all. And that's the longest run for us since the 19th century. So we were an economy that was hooked on coal. And in quite a short space of time, we have moved towards renewables. And renewables' share of electricity generation has gone from 11% in 2012 to 37% in 2019. At the same time, our GDP grew by 16%. So again, we're not choosing green growth instead of prosperity. We're putting them together. And this message, we think, is really important because we only have one planet. We are dealing with the current threat of COVID-19, but the threat of climate change is already upon us in many parts of the world. And next year, many of you will be aware that in Glasgow, we will have the next United Nations Climate Change Conference of the Parties, known as COP26, in November 2021, we're doing that in partnership with Italy. So part of our message, both in what we are doing domestically, but also working in preparation for that, is how do we recover from COVID-19, but at the same time, prepare for that conference and take the necessary action to really rebuild the economy. As I've said, we don't think it's a choice. There's a, for example, the International Energy Agency, their three-year sustainable recovery plan to tackle the current economic crisis. they suspect would boost global economic growth by 1.1 percentage points, could save or create 9 million jobs a year. IRENA, the International Renewable Energy Agency, thinks that for every $1 spent on the transition to renewable energy, benefits of between $3 and $8 would accrue. And that, of course, means cleaner air, it means cheaper power, it means more investment, it means more jobs, more opportunities. In the United Kingdom, in our COVID recovery package, we're investing public money in trying to combine all of these objectives. So we're investing over £3 billion in a green recovery. That's around 300 billion rubles. And that includes, for example, a £2 billion investment in energy efficiency of homes. What that does is it tackles social issues, energy poverty, it creates jobs and economic growth, and it reduces our carbon footprint sustainably. We have a range of other funds and other investments which are designed to also push the digital economy in a sustainable, low-carbon way. In Russia, as elsewhere, we think the costs of not tackling climate change are very clear. We had earlier this year the terrible accident with the melting of the permafrost, and the Russia's audit chamber estimated that climate change could knock up to 3% of Russia's GDP by 2030. And of course, in Russia, again, as elsewhere, we're seeing more and more extreme climate events. We're also seeing in Russia, though, some really great opportunities for low-carbon energy, and the Bashmarkov Center for Energy Efficiency, the Russian Bashmarkov Center, estimates that improving energy efficiency of public buildings could save Russia 250 billion rubles a year. And of course, Russia has so much to offer on climate with over 20% of the world's forests, meaning that Russia can play a really significant role on tackling climate change and on advancing the global transition to a low-carbon economy. Of course, I'm very conscious of the huge role that carbon fuel does play in Russia, but I think there is another sign to that as well. Of course, we and other parties to the Paris Agreement were delighted when Russia implemented that, signed up to that last year, and with the setting out of the draft low-carbon development strategy, I'm hoping we might hear a bit more about that, and we're hoping that we can work with Russia in the run-up to COP26 to drive greater ambition and tackle common challenges. It matters here, just as it matters elsewhere in the world. Business, of course, has a huge role to play, and again, we're seeing across the world big business and small business coming together with the aim of achieving net-zero carbon emissions by 2050, as this is part of the race to zero. 995 businesses, 449 cities, 38 investors have signed this agreement that represents 53% of global GDP and 23% of global CO2 emissions, and of course, some of the largest investors in Russia, foreign investors in Russia, including both BP and Shell, and Unilever, yesterday, pledged to remove fossil fuels from its products by 2030 as the first step to get to net zero by 2039. So I think businesses such as these are really recognising the pressure from consumers, the pressure from their own employees, the pressure from governments to really take strong action and do it now so that they will remain and increase their profitability. Again, this isn't about charity, this is about profitability and the prosperity of their consumers and workforce. And of course, I'm aware that many Russian companies are engaged in this. and the financial sector too is also responding to this trend and we're seeing green finance and green bonds and a lot of interest again with Russian companies working with British companies and others. And of course, with all of this, digital development is so important. We've all got to know Zoom and WhatsApp and all sorts of other mechanisms, perhaps more than we would like over the last few months. But what that has done is it's, I think, made all of us rethink whether we need to take that flight. The UK didn't close its borders but flights have reduced. We didn't close our borders. It's a matter of some discussion within the UK but we didn't. But there's a lot of things I think this crisis can make us reflect on as to what can we do better in a way that enables us to grow our economies again but in a sustainable way. And so just, you know, we can do this. We all contribute to climate change, every one of us and we all share the responsibility for tackling it and preserving the planet for future generations. And so we are keen to work with all international partners to build up to Paris, to implement Paris, build up to COP26 in Glasgow next year and start really to repair the terrible damage that COVID-19 has done alongside the terrible damage that climate is doing and will do if we don't have now. Thank you. Можно я добавлю, что и российский, и английский бизнес тоже чувствуют сегодня, может быть, не всегда только негативное влияние, а изменение в климате, потому что мы вот в этом году в виноградаре России почувствовали, что такое глобальное потепление и у нас сегодня просто засуха и очень сложно с виноградом. При этом французское шампанское уступает постепенно место английскому шампанскому, которое имеет небольшое все-таки преимущество, да, при глобальном потеплении. Спасибо, да, спасибо большое, госпожа Бронер. Нет, естественно, тут не будет ни одного человека, который бы с вами поспорил, что переход на зеленые технологии – это просто вопрос времени, и мы все прекрасно знакомы с математикой и со всеми прибылями, которые это сулит, но давайте, по крайней мере, согласимся с тем, что сам процесс перехода, он все-таки требует определенной финансовой подушки, он требует определенного резерва, который есть далеко не у всех стран. И страны, у которых есть проблемы с собственными энергоресурсами, например, они, естественно, хотели бы перейти на возобновляемые источники энергии, но вот на сам процесс сил у них может и не хватить. Российская Федерация не относится к числу стран, у которых есть проблемы с собственными энергоресурсами, и Российская Федерация, в общем-то, никогда не жаловалась на отсутствие резерва для толчка вперед. Я знаю, что у нас разработаны целые справочники так называемых наилучших доступных технологий, которые могли бы послужить определенным мостиком для перехода к зеленой экономике. Но вот я бы хотел бы, Алексея Владимировича, попросить рассказать нам, какие сейчас у нас основные цели и задачи именно на этом направлении, потому что очень мало вообще говорится о Российской Федерации за рубежом в плане перехода к зеленой экономике. Расскажите нам, пожалуйста, какие у нас приоритеты здесь. Добрый день. Спасибо большое. Я начну с ответа на ваш вопрос, но все-таки, наверное, хотел бы потом коснуться и общей темы, которая изучит глобализация и локализация, потому что, хоть и косвенно, но вопрос зеленой экономики и наиболее доступных технологий связан. И это вопрос не только экологии, защиты окружающей среды, которая сама по себе достойна и тех капиталовложений, о которых вы говорите, и усилий, которые предпринимаются, но это еще и вопрос конкурентоспособности и вопрос доступа на рынки и беспрепятственного движения собственной продукции, которая производится. Именно исходя из понимания, что вопрос внедрения новых современных технологий и ограничения выбросов, загрязнений и прочей среды, это не только вопрос экологии, но и вопрос повышения эффективности производства. На это была набрана наша работа, которой министерство занимается очень плотно, начиная, наверное, с 2014 года, когда и появилось понятие наиболее доступной, наилучшие доступные технологии, были внесены соответствующие изменения в федеральный закон об охране окружающей среды, и это дало старт целому ряду изменений. Была определенная перечень мероприятий по отказу от неэффективных и опасных технологий, сформированы принципы формирования наилучших доступных технологий, определены подходы к формированию как раз упомянутых вами справочников. Что такое справочник? Это, по сути дела, такой свод правил и свод аналитической информации о состоянии той или иной отрасли, о технических параметрах, которыми характеризуется эта отрасль, экономических параметров и наилучших практиках, которые доступны при этом, не только современные, но и доступны для внедрения и базовых показателей, которые нужно выйти при применении тех или иных технологий. И за эти годы, с 2015 по 2018 год, было наработано уже более 50 таких справочников. Все они опубликованы в открытом доступе, причем они очень тесно связаны с вопросами и стандартизации, определения новых регламентов, поэтому эта работа ведется при непосредственном участии Росстандарта. Так вот, это был один из ключевых параметров, это повышение ресурса эффективности производства и технологическая модернизация предприятия, которая своим уже эффектом в том числе будет внести и существенный вклад в защиту экологии и снижение выбросов. Пописаны были основные производства, основные отрасли, которые, собственно, вносят в этом смысле отрицательный вклад в проблему экологии. Дальше, какие целевые были параметры? Предприятия, которые были тоже проранжированы в зависимости от группы риска на четыре категории, должны внедрить наилучшие доступные технологии в своей сфере до 31 года, до 1031 года. Есть определенные исключения от отдельной категории предприятий, но вот базовая отсечка это 31 год. Конечно же, мы понимаем, что это очень трудозатратный процесс. Проводились экспертные оценки, когда разрабатывались наборы рекомендаций. Только для основной группы самых загрязняющих производств могут быть расходы, ценивающиеся где-то 8 триллионов рублей на вот эти все технологические процессы. Понятно, что здесь требуются и стимулирующие меры, и поддержка государства, чтобы было разработано за этот период времени. Конечно же, это перечень, определенный набор льгот, которые могут применяться к предприятиям, которые вышли на путь модернизации технологического перевооружения. И здесь есть две как бы наиболее очевидные меры. С одной стороны, это возможность зачета расходов на технологическое перевооружение, внедрение современного оборудования в плату за загрязнение окружающей среды, либо получение освобождения от этой платы в случае применения наилучших доступных технологий и, собственно, перехода на другой уровень технологического производства. Еще одна мера, которая внедряется, это инвестиционный налоговый кредит. По большому счету, собственно, точно так же эти льготы могут получиться как на федеральном уровне, если я считаю, что на федеральных налогах, так и на региональном уровне для предприятий, которые встали на этот непростой путь. Период действия такой льготы среднесрочный до 10 лет. Кроме того, конечно же, был созданный в 2014 году фонд развития промышленности. Одной из целей имел под собой создание как раз стимулирования перехода на современное производство, внедрение новых технологий, перевооружение, технологическое повреждение. И сегодня, по нашим данным, в портфеле фонда около 700 проектов, более 300 из них, поддержанных фондом, используют как раз наилучшие доступные технологии. А фонд предоставляет годное финансирование на от, по-моему, до 5% в объеме до 750 миллионов рублей. Это достаточно ощутимая поддержка для такого рода предприятий. Еще одно направление поддержки это возможность предоставления финансовых субсидий для предприятий, которые выпускают зеленые облигации для субсидирования так называемого купонного дохода. Эта мера начала реализовываться с прошлого года, а в этом году мы планируем ее расширить еще за счет поддержки зеленых кредитов. То есть тоже так же предоставление опять же годной ставки. Вот, наверное, в совокупности вот этот вот набор мер должен и стимулировать поэтапный переход предприятий на новые технологические выплаты. А для нас, для министерства, это, еще раз повторюсь, это, по сути дела, задача стратегическая, не только тактическая, это повышение конкурентоспособности российской промышленности и внутри России, и на внешних рынках. И тут, если позволите, я все-таки бы вернулся к теме глобализации и локализации, здесь несколько моментов. С одной стороны, в вашем вопросе прозвучало о том, что не все страны обладают определенными ресурсами, в том числе энергетическими, и в этом смысле заинтересованы более активно внедрять альтернативные технологии. Но я при этом хотел бы отметить, что крайне важно, наверное, все-таки руководствоваться и понимать, что есть определенные теории конкурентных преимуществ, и в том числе на ее основе строится мировая торговля и кооперация, и здесь, наверное, не должно отсутствия тех или иных ресурсов у партнера вести, потому что создаются искусственные барьеры для движения товаров, которые производятся конкурентными преимуществами. Торговля, наверное, призвана выровнять все эти условия. Поэтому я к чему веду, что, конечно же, мы, подтверждая приверженность к развитию в тренде зеленой экономики, все-таки рассчитываем на то, что эти решения или эти инициативы, они не будут вести к созданию искусственных барьеров. Нас большую беспокойность вызывает дискуссия, которая сейчас ведется относительно инициативы по внедрению трансграничного углеродного налога, и действительно хочется, чтобы эта инициатива была всесторонне изучена, в том числе относительно и тех издержек, которые могут быть принесены и для европейских предметов, и в том числе. То есть мы не говорим о том, что это угроза только для стран вне Союза, в том числе и внутри Союза, и для инвестиций. Локализация, да, действительно, период пандемии, которую мы в Министерстве промышленности не только наблюдали, но и старались максимально предназначить оперативные шаги по стабилизации производства, привели к тому, что пошел тренд на локализацию, попытку максимально быстро заместить то, что нам недоступно из-за нарушившихся производственных и технологических цепочек. Но здесь важно понимать, что это не должно стать абсолютным трендом, потому что в таком случае мы упремся в дальнейшем в перенасыщенность производства, в узость определенных региональных рынков, в повышающуюся конкурентоспособность и таким образом, естественно, отмирание определенных производств, потому что они не найдут своего места на глобальном рынке. Поэтому я все-таки сторонник, несмотря на то, что представляем Министерство промышленной торговли, действительно мы занимаемся очень активно импортом, замещением, внедрением передовых технологий, все-таки разумной локализацией, которая действительно учитывает конкурентные преимущества страны, в которой осуществляется локализация, и в то же время учитывает возможности регионализации и использования технологий, которые есть в приграничных странах или в регионе. Именно по этому пути мы идем в Евразийском экономическом союзе, открыто подтверждая, что мы за развитие промышленной кооперации на территории союза, не создание дублирующих производств. И последние инициативы, которые развиваются на пространстве союза, это формирование карты индустриализации, которая, по сути дела, составит из себя атлас перспективных эмиссионных проектов, полагающих внедрение или создание и разработку новых современных технологий. Таким образом, мы будем избегать конкуренции, имея возможность использовать наработки той или иной страны, партнера по союзу и не создавать дублирующие производства и не создавать ненужную конкуренцию внутри союза. И второй проект это платформа, технологическая платформа промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Опять же, будет сформирован адресный доступных сегодня уже производителей комплектаторов и технологий для того, чтобы предприятие, задумываясь над очередным инвестиционным проектом, могло использовать уже наработанную базу. И опять же, про глобализацию. Господин Тарачанов здесь присутствует и мы буквально позавчера были свидетелями подписания одного очень важного соглашения с итальянской компанией Даниэль по использованию ее технологии и оборудования для создания современного электрометаллургического предприятия с объемом производства стали до 2 миллионов тонн в год. Это как раз новое поколение и технологии и оборудования, но которые мы реализуем совместной кооперацией, а не только в локализации, которая позволит в том числе и применять технологии снизающий выброс углекислого газа в три раза при производстве стали. Вот, наверное, все, что я хотел сказать в ответ на вашу вопрос. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Да, 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 пожалуйста, господин Врач. Можно я просто добавить одну вещь к тому, что депутат министр сказал. Этот соглашение является новой технологии в продукции, которая reduzит CO2-эмиссии в 2-3. И я думаю, это очень важно чтобы посмотреть, как мы можем продолжить к более сустимовым продукциям. Спасибо. Ну, раз уж мы тогда заговорили и о странах, которые должны сохранить свое конкурентное преимущество для запуска новых технологий и тема у нас глобализация, давайте пройдем к стране, которая, несмотря на скромные размеры, очень глубоко вплетена в глобализацию, в глобализационные процессы, в международные торговые пути и которая на самом деле была тоже в центре внимания по мере развития ситуации с коронавирусом. Надо сказать, что это на моей в моей международной карьере это был первый раз, когда я видел всегда две страны встречающиеся в СМИ в паре Швеция и Беларусь. До сих пор я никогда не видел, что эти страны употреблялись через запятую. Но это было очень интересно, потому что, естественно, Швеция пошла по своему пути. Швеция выбрала очень противоречивый путь, и мне кажется, что о боевых итогах люди будут спорить еще долгие годы. Но мне хотелось бы, госпожа Мор, чтобы вы нам рассказали о вашем видении эффекта выбранного Швецией пути, и в том числе, и раз у нас уже зашла так серьезно тема про зеленые технологии, в этой сфере тоже. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Это слышно, да? Но я бы сказала, что есть много мифов в Швеции. Для нас коронавирус это очень серьезно. Да, у нас были школы открыты, у нас были рестораны открыты, но это не значит, что мир мы не... Мы не... Было у нас серьезно. Это было разное миро, социальные дистанции, мы пытаемся работать как можно дома. У нас были серьезные меры, и это мы продолжаем, потому что, как бы, мы все знаем, это не вопрос в два месяца, это подольше, как нам надо иметь в этой мере и работать вместе. Так, для нас в Швеции, я думаю, был тот же самый цель, который был у всех. Нам надо защищать наши граждане, нам надо знать, что там есть больница, который работает, когда у нас есть проблемы. И нам надо тоже иметь в виду, что общество надо быть там, в школе надо работать и так далее. Так, для нас это важнее. Было важнее целое, я думаю, что это было целое у всех. Там немножко было разные меры, это зависит от общества, это зависит от, какие меры государства думают более эффективно. Но у нас были меры, поверь мне. Но другой вопрос, конечно, Швеция, это достаточно маленькая страна, открытая экономика, и для нас конкурентоспособность, глобализация, это часть, как сказать, в нашей гении, потому что это то, что строит для нас, наша база. И, конечно, для нас тоже было важно, вот, что мы видели, у нас большие компании, Volvo, Ericsson, Ikea, все чувствовали, конечно, вот эта глобальная пандемия, и все чувствовали, что была вот эта цепочка с серьезными продуктами, которые были в шоке. Тоже мы чувствовали, что наш сектор обслуживания тоже были очень серьезные проблемы. И, конечно, мы, наши правительства, взяли немножко меры, и это было, как сказать, в самом начале, в апреле, в мае, и сейчас, но самое новое, это что цифры только что из нашего Министерства финансов, это что у нас вот в этот год будет минус 40, 0,6% национальной оваловой продукции. Это много. минус 40,6%, и, конечно, безработица это 9%. У нас это серьезный удар по экономике, и это нам надо строить для будущего. У нас была достаточно хорошая ситуация, у нас был очень низкий государственный долг. Мы знаем, что нам надо сейчас употреблять наши финансовые, экономические меры, нам надо, как сказать, recharge экономии, поэтому правительство стали на столе, пакет на 100 миллиардов шведских крон. мы все знаем, что мы работаем в Европейском союзе, но это для нас тоже, как сказать, на нашей стороне, и для нас это очень важно, в этот пакет две, если нет, две тенденции дигитализации. Но мы все знаем, что вот эта пандемия, это немножко, я думаю, стали вот эту тенденцию дигитализации более строго. Может быть, вы знаете компанию Ericsson. Достаточно долгая традиция тоже здесь работать на российском рынке, и интересно тоже знать пятки, я думаю, что это слово, которое мы будем слышать долго, и нам надо все дигитализации, это будет быть там на павескинья, и другая тенденция, для нас все таки, это зеленная экономика, но мы ино употребляем слова циркулальная экономика, и это конечно там на павескинья, очень високоданас, пандемия или не пандемия, у нас будет вот этот global warming, и нам надо работать, для этого места, это не у вас, это не просто у нас, это у нас будущее поколение, и это требует наших жителей, чтобы это ставить на очень высоко, на самый высокий пост на повестке дня, и чтобы сказать, да, это что-то требует, это требует много, это требует много от нашего образовательного сектора, это требует от нас научный сектор, это требует от нашей компании, это требует от нашей политики, Сейчас я думаю, что мой русский язык не дадут статус. Сейчас мы постараемся с казах, что он уже не дадут свои события. На сентябре, наш премьер-министр, Стефан Луфейн, был в очень норке, в Луле. И он inaugурировал пилотплант, который называется HYBRID. Это процесс, который был создан в Свеции. И в 20 лет, в Свеции должен быть полностью fossil- и карбин-докси-фри. И для Свеции, это очень важно. Стефан Луфейн-докси-социей. Свеции-свеции-свеции, я надеюсь, есть немного знаменит в мире, и мы видим продолжительную потребность для Стефан Луфейн. Но мы также знаем, что это очень большой, это очень большой, в том числе, для карбин-доксида. В случае, в Свеции, это 10% нашей карбин-доксида-эмиссии. Я думаю, что это 7% глобально. Таким образом, с этой HYBRID, которая основана на наших компаниях, которые вместе составляют огромные инвестиции, поддерживают, конечно же, других секторах, мы имеем высокие амбища. И я думаю, что это будет продолжать высокие. Потому что в Свеции, новая технология, это означает, что новые работы, и это означает, что мы также сможем продвигаться для будущего. Спасибо. Спасибо большое. Ну, на самом деле, никогда... Представитель Швеции никогда не услышал пессимистичного взгляда на будущее, поэтому это, в общем-то, даже неудивительно. Я бы все-таки хотел снова снизить градус. Я все пытаюсь как-то трагизма придать текущей теме, у меня не получается. Одна из отраслей экономики мировой, которая точно, совершенно получила удар близкий к смертельному, которая будет восстанавливаться еще много лет, это туризм. С этим поспорить невозможно. Конечно, здесь тоже локализация сыграла огромную роль. Например, в Российской Федерации, мне кажется, люди только начали узнавать, какие у нас есть города. Кто-то впервые, по-моему, узнал, что у нас есть море. А узнали они об этом только потому, что им перекрыли доступ к морю со стороны Португалии. Я не хочу, естественно, сказать, что Португалия славится только своей туристической отраслью. Я знаю, что у вас есть большой опыт и в экспорте в химической промышленности, в сельском, скажем, хозяйстве. Но все-таки, тем не менее, чтобы хотя бы немножко было у нас негатива на этой сессии. Может быть, вы расскажете нам, господин Пинейру, как будет восстанавливаться туристическая отрасль, да и все остальные в Португалии. Спасибо, Мальшайя. Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Я бы хотел сказать, что глобализация… Вы знаете, что, по-португалии в 16-м, они начали пионировать на первом феномене глобализации. И я думаю, что глобализация здесь осталась. Даже после пандемии, главный вопрос для организаций, как IMF, ОЕС, или Банк, были связаны к форме глобализации, и изменили, чтобы уничтожить и изменили, и изменили, которые глобализация также привела, кроме того, что у нас позитивных изменений, по миллионам и сотни миллионам людей, которые получили от глобализации. Но глобализация также привела глобализации. И я думаю, что в пандемии, кстати, это глобальный вопрос, это не лог, но главная ответственность для пандемии, это глобальный вопрос. Ничего этого не имеет связи с исследованием, исследования и технологии. Все процессы глобализации. Даже тесты, вы нужны глобальные процессы. Я думаю, что мы, наверное, в этой discussionе о глобализации и глобализации есть, что у нас есть глобализация и глобализация. ДИГИТА ТРАЗИЦИНО это глобализация. Это глобализация. Вы не можете, в одной стране, сделать глобализацию. Но это трансития в мире диджитал, это глобализация. Технологии, это несколько разных технологий. Интеллектуализации будет глобализация. Но, да, я думаю, все эти проблемы нужны более глобальные ответы, как мы сделали в Европе. В Европе. Для первого, в Европе у нас есть очень сильная ответственность для России. Для России было фундаментально что мы получим финансирование и финансирование и финансирование для России. У нас есть большая поддержка поддержка поддержки для поддержки социальной стики. Да, есть эта негативная деменция. Можемы очень эффективно в пандемии и после пандемии. Но мы получили большую ответственность. В Португал мы получили около 45 миллионов евро от нефотографирования нефотографирования до 2026 и также 10 миллионов евро или больше с пандемии. Поэтому мы должны проработать первое и проработать социальные крисицы. как многие компании появятся микро, маленькие, среди? Мы не знаем. Мы probablemente увидим это в конце года, это для адрес структурных проблем в нашей экономии и социальных проблем в нашей экономии. это огромное шоке. Это огромное шоке. пространство деструктивного для создания. мы не видим больше деструктивного как пандемии. Поэтому мы должны строить позитивные пандемии, которые находятся более в Португал, мы видим долфины снова на Риве Танж в Лизбоне. Многие животные возвращаются на мунии. Поэтому мы можем видеть более деструктивного на этом. Наши главные задачи будут квалификации для работы. это большая задача. Это большая задача. Мы должны увеличиваться. Я думаю что глобализация это тяжелая задача. Мы начнем с работой, люди первые. Капитализируем наши компании. Это старый вопрос. Как капитализируем их компетитивные. Не уничтожить цена глобальной цены. Это не будет уничтожить. они изменятся в стратегике и здоровье. Это было очень evident. мы требуем дополнительной ответственности. Второе это гарантирован среди среди зарплаты зарплаты зарплаты. это сейчас время это время Это сейчас это финансирование. Это основные компетитивные факторы. Это justice. Это основные бюро пищевар. Это большая активность. Например, в Португал, в 19, это 50% экспорт экспоцирования. 50% экспоцирования и 20% экспоцирования. Турисовая революция, только туристовая революция, в Португале, дали почти 8.7%, почти 9% из ГДП. Это большая задача, потому что туристовая революция была огромной эффективна от пандемии. Что мы будем делать? Ну, первое, для здоровья, для лучших туристов и сервисов. И это мы делаем. В системе фискальной, в системе tax, много морatoriums, много экземпциональных планов для развития компании и туристов. Многие туристы, микро-компании, маленькие компании, и, как Паскал Терночану говорил, это основное для успеха поддерживать СМИ. Таким образом, мы двигаемся очень сильным, чтобы иметь СМИ для того, чтобы иметь СМИ для того, чтобы иметь СМИ, и, конечно, все кампании национальности. Мы верим, что пандемия не будет продолжаться, и не будет продолжаться. Но мы можем использовать это время для реальности, чтобы улучшить наши экономики и нашей общественности, не только экономики, для увеличения диджитальной, для изменений, для изменений, для изменений и, конечно, Продолжение следует... Продолжение следует...